Кука, Тэффи. Клавдия всю жизнь была подругой. Есть такой женский тип в комедии нашей жизни. Подруга всегда некрасива, добра, не очень умна. Ей поверяют тайны, когда трудно молчать. Она хорошо исполняет поручения. Подруга часто влюбляется вместе со своей госпожой за компанию. Говорю госпожой, потому что в женской дружбе почти никогда не бывает двух подруг. Подруга только одна, другая госпожа. В Париже Клавдия попала в подруги к Зое Монтан. Умница, красавица, женщине с прошлым, с настоящим и будущим. Настоящее у Зои было, очевидно, хуже других времен, то есть прошлого и будущего. Пробовала сниматься в кинематографе, пробовала танцевать в ресторане, но все как-то не лазилось. Пришлось остановиться на комиссионерстве, продавать жемчуг и шарфы. Тут-то и прилипла к ней Клавдия, рисовавшая, вышивавшая, самоотверженно бегавшая по поручениям. Зои относилась к Клавдию чуть-чуть презрительно, но ласково. Узнала, что в детстве Клавдию звали Кукой. Понравилось. Это меня так младший братец прозвал, сокращенная, говорит, от кукушки, от того, что я такая веснущатая. У Зои в ее маленькой отдельной комнате всегда толклось много народу. И делового, с картонками и записками, и бездельного, с букетами и театральными контрмарками. Среди бездельных Кука отметила высокого, широкоплечего, с красивыми, большими, очень белыми руками. Нос с горбинкой и брови со взлетом. На сокола похож. Думала, что такой должен бы Зое понравиться. Но только раз проговорилась Зоя, рассказывая о какой-то пьесе. Такую блестящую роль отдали толстому увольню. Здесь нужен актер-красавец, обаятельный, властный, чтобы сердце дрожало, когда он взглянет. А кто-нибудь вроде нашего князя Танурова? Князь на сокола похож, сказала Клавдия. Зоя нервно задергала плечами, неестественно засмеялась. Кука, моя кука, ну до чего ты у меня корявая, так это прямо на человеческом языке выразить нельзя. И Кука поняла, что Зое князь нравится. И как только поняла, сразу за компанию и влюбилась. Князь Куку совсем не замечал. Маленькая, рыженькая, хроменькая. Одевалась она всегда в какие-то защитные цвета. И благодаря этим цветам и собственной естественной окраске так плотно сливалась с окружающей средой, со стеной, с диваном, что ее и при желании нелегко было заметить. Душа у нее тоже принимала окраску среды. Зоя весела, и Кука улыбается. Зоя молчит, и Куки не слышно. А так где же ее выделить из этого фона, звонкого и яркого? Зоя нервничала, похудела, стала рассеянной. О князе никогда не говорила. Но если Кука о нем упоминала, она сразу затихала и настораживалась. Раз неожиданно сказала, здоровое животное, у него, наверное, как у лошади, селезенка играет. И лицо ее стало злое и несчастное. Кука мечтала о князе. Мечтала не для себя, а за Зою. Разве смела она для себя? Вот Зоя утром сидит с ним на балконе, где-то у моря. На ней розовый халатик. Тот самый, который Кука сейчас разрисовывает для американки. Плечи у Зои смуглые, душистые, сквозят через золотое кружево. Князь улыбается и говорит. Кука совсем не может себе представить, что он говорит. Может быть, просто счастье, счастье, счастье. Настали тревожные дни. Зоя двое суток пролежала в постели, ничего не ела и молчала. На третий день пришел князь. И Зоя хохотала, как пьяная, и все приставала к Куке. «Князенька, посмотрите, какая моя Кука чудесная! Сидит вверх, веснушками шевелит!» А когда князь ушел, она долго сидела с закрытыми глазами и на вопросы не отвечала. Потом, не открывая глаз, сказала. «Уйдите же! Вы видите, что я устала!» Но вот настал вечер, когда Зоя сама пришла к Куке, бледная, словно испуганная. «Друг мой!» — сказала она. «Сегодня Господь сотворил для меня небо и землю. Сегодня Константин сказал мне, что любит меня, и он меня поцеловал». Кука, похолодев от восторга, встала перед ней на колени и заплакала. «Господи, Господи, счастье какое!» Я так и сказала ему. «Небо и землю!» Повторила Зоя в экстазе. «Небо и землю!» А Кука ни о чем не расспрашивала, молилась и плакала. Утром Кука забежала в церковь поставить свечечку за рабов Божьих Константина и Зою. Хотела поставить передо спятием, но подумала, что лучше не у страдания гореть ей, а у торжества и радости. И поставила к воскресенью. Потрогала листки с красными надписями «За здравие» с черными «За упокой». «За упокой души умершие!» А почему нет «За упокой» для живой души и томящейся? И почему есть о здравии и нет о счастье?» Помолилась, всплакнула от радости. «Какое счастье, что есть на Божьем свете такая красота, как эти люди и их любовь!» Вот и я, маленькая, корявенькая, все-таки что-то для них сделала. Пошли ли новые, похожие на прежние? Раб Божий Константин возил рабу Зою завтракать на своем, говорил он, гнусном фордике. Иногда брали с собой и куку. Зоя никогда не возвращалась к откровенному разговору с кукой и не вспоминала о том дни, когда Господь сотворил для нее небо и землю. Как будто ей даже было неприятно, что она тогда так размякла. Потом кука поняла, что у князя есть жена. Какая трагедия! И как прекрасна Зоя в своей самозабвенной жертве! Такая красавица! Такая гордая! Шли дни. И потом настал день. Зоя с вечера попросила куку отвезти заказ в Сен-Ягу. Князь предложил, что довезет ее на своем гнусном фордике. Кука и обрадовалась, и испугалась. Как так? Вдвоем! О чем же она с ним говорить будет? Ночью придумывала всякие предлоги, чтобы отказаться. Но как-то ничего не вышло. Утром с отчаянием в сердце и с картонкой в руках ждала у подъезда, чтобы он не поднялся и не увидел ее ужасной комнатушки. Князь сам управлял автомобилем и поэтому, слава Богу, говорил немного. Кука из-под тишка любовалась его бровями, его сильными руками. «Князь сокол». Он мельком взглянул на нее, усмехнулся, взглянул еще. «Сколько вам лет?» «Двадцать девять», — испуганно ответила Кука. «Я думал, четырнадцать». Подъехали к дому заказчицы. Князь нажал несколько раз резину своего гудка, и элегантный лакей в полосатой куртке и зеленом переднике выбежал к воротам. Князь отдал ему картонку и повернул автомобиль. «Как все сегодня нарядно», — думала Кука, пряча в рукава свои руки в нитяных перчатках. «И как я не подхожу ко всему этому?» «Нос, а теперь», — сказал князь, — «я предложу вам следующее. Мы никому ничего не скажем и поедем завтракать». Кука совсем перепугалась. «Что значит, никому не скажем? Впрочем, это может быть какая-нибудь смешная поговорка или цитата. «Нет, Мерси, я не голодна, мне пора домой». Кука, маленькая эгоистка, она не голодна, зато я голоден. Надо же мне какую-нибудь награду за то, что я развожу ваши картонки. Неужели нельзя опоздать на полчаса? «Мы никому ничего не скажем и живо позавтракаем». Опять это никому ничего. Князь повернул, не доезжая до моста, и остановился около маленького ресторанчика, нарядно украшенного фонарями и гирляндами зеленью. Кука старалась настроить себя на радостный лад. Как все необычайно, она сидит, как настоящая дама с этим удивительным человеком. Он наливает ей какого-то крепкого вина, какая красивая рюмка. Но нет радости, растерянность и страх. Скорее бы кончилось, как много вилок, которые уже надо взять. Неужели он не понимает, что ничего мне этого не нужно? Она подняла глаза и встретила его взгляд. Пристальный и веселый. «Я гляжу на вас, маленькая моя, не меньше пяти минут. О чем вы думаете?» Кука молчала. Чувствует, что краснеет до слез. Он вдруг взял ее руку. «Маленькая моя, необычайная, смотрите, как ее ручка дрожит, словно крошечная птичка, и пульс бьется, господи, бьется сердце маленькой птички, кукиной руки. Он прижал ее руку к своей большой горячей щеке, потом стал целовать ее быстрыми твердыми поцелуями. «Кука, маленькая, как я люблю вас!» И точно в пояснение прибавил. «Серьезно? Сейчас я вас одну в целом мире люблю!» Кука не шевелилась. Он обхватил руку ее плечи и, быстро нагнувшись, поцеловал ее в губы. Кука закрыла глаза. «Господи, что же это? Это ли счастье, этот ужас?» Зоя, красавица, гордая и я, бедненькая, рваненькая. «Зоя, на счастье, красивая!» «Где же оно?» Куку, которая веснушками шевелит, целует теми же губами. И вдруг поняла, что значит «никому ничего не скажем». «Ну, маленькая моя!» Говорит ласково на смешливый голос. «Ну, можно ли так бледнеть?» Лаки убирал со стола закуску, и князь, слегка отодвинувшись от Куки, сказал, наливая уксус в салатник. «Сегодня удивительный день! Я бы мог выразиться, что сегодня Бог сотворил для меня небо и землю. Ай, что с вами?» Он схватил ее за руку выше локтя. Ему показалось, что она падает. Но она вырвалась и встала, бледная, страшная, с открытым ртом, задыхающаяся. И вдруг подняла стиснутые кулаки, прижала их к щекам, закричала, качаясь. «Подлый! Вы подлый! Обнимали меня здесь, как партнишку, как швейку. Пусть! Это пусть! Это забавлялись! Чего со мной считаться? А ее святые слова вы не смеете повторять! Не смеете! Убью! Убью!» Голос у нее хрипел и срывался, и чувствовалось, что, будь у нее силы, она кричала бы звенящим отчаянным криком. Князь, криво улыбаясь, налил стакан воды, взял ее за плечо. Она отскочила, словно обожглась. «Не смей прикасаться ко мне, гадина! Не смей! Убью!» И была в ее дрожавшем бескромном лице такая безмерная боль и такое гордое отчаяние, что он перестал улыбаться и опустил руки. Не сводя с него глаз, словно как зверя, держа его взглядом на месте, она обошла стол и вышла, стукнувшись о притолоку плечом. «О!» Со стоном вздохнул он, пробовал насмешливо улыбнуться. «Кеккорвей!» Но вдруг заметил на столе кукины перчатки. Простые, бедненькие, рваненькие кукины перчатки. Слишком маленькие и ужасно бедные на твердой холодной скатерти, рядом с хрустальным бокалом, рядом с резным серебром прибора. И не понимая, в чем дело и что с ним происходит, князь почувствовал, что тут уж никак не устроишь так, чтобы все вышло забавно и весело. Но ведь, право же, я не хотел ее обидеть. Неужели я был некорректен?